Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели! С вами Вячеслав Котляров, в Харькове, на данный момент 7 утра, 35 минут, 25.04.2016 года. Это видео в крайней степени было необходимо записать. Запаситесь, пожалуйста, терпением, так как тот вопрос, на который я планирую ответить, он очень объемный. Естественно, я сделаю небольшое предисловие. На ютубе, конечно, колоссальное количество появилось роликов, связанные с темой нашей планеты Земля. Плоская она или круглая? Я отвечу на этот вопрос, причем ответ мой удивит многих, потому что ответ мой будет абсолютно не похож ни на сторонников плоской Земли, ни на сторонников круглой Земли. И одновременно, уверяю вас, я попытаюсь примирить сторонников тех и тех теорий. Потому что, как бы это пафосно ни звучало, но в моем случае будет озвучена не теория, а действительное положение ситуации. По возможности, конечно, не хотелось бы долго томить, потому что ответ прозвучит буквально пару секунд, а предисловие будет пару минут. Но дело в том, что после ответа последует для особенно любознательных разного рода подробностей. Те, кто смотрел на ютубе мой ролик, экскурс в недра Луны, конечно, с определенным интересом относится к данной записи. Значит, те сторонники, которым я благодарен, что очень тепло и положительно отзывались по поводу услышанного, к своему удивлению я даже увидел, распространяются в соцсетях. Вот, но я не про это. Ну, кстати, и те, кто негативные комментарии писали, меня, конечно, всегда это грустно улыбает, как, в принципе, и всех людей, которые делятся знаниями. Как-то в том же ролике, связанном с Луной, я увидел в комментарии, что человек обманывает, у него голос дрожит. Дело в том, что, когда я писал эту запись, поделюсь подробностями, определенное количество людей знало, как эта запись происходила. То есть, в двух словах, она, эта запись, никак не давалась, в плане техническом и физическом. Мой друг Андрей предпринимал попытки этой записи, но то у него бандикам из строя выходил, то еще. Короче, он пробовал программы, пропадал звук, а у меня по каким-то причинам ни с того ни с сего, я, в принципе, никогда этих болей не испытываю, в районе солнечного сплетения была жуткая боль. И причем, когда все-таки Андрею удалось это наладить, запись, боль у меня так и не утихла, она продолжалась весь ролик, и, уверяю вас, я запись, связанную с Луной, в буквальном смысле делал через силу. Вот, но я не жалуюсь, я сухо констатирую факты. На данный момент, что я могу сказать, на данный момент, как обычно, все отлично, у меня отличное расположение духа, намереваюсь поделиться с вами очень интересными открытиями. Немного предисловия все-таки. Порядка 20 лет назад я жил в Тайге, хотя я харьковчанин, в пятом поколении, и очень тем горд, горжусь. Вот, ну, судьба, я фаталист, и человек, который, это люди, которые верят в судьбу. И, как бы я не хотел, но я оказался в Хабаровский край, Николаевский район, поселок Наговершины, и там работал в проходке на руднике, как там говорят на руднике, горняком. И после работы я приходил домой, и тем не менее, я брал ручку и записывал. Я много там писал, причем парадокс большинства количества рукописей заключается в том, многие сохранились до сегодняшнего дня, и я этому рад. Вот, что было в тех рукописях? Дело в том, что уже только спустя 20 лет я узнал, что я просто записывал ведические знания. Каким образом, это я сейчас только могу предположить и объяснить, что это своего рода подключение к информационному полю. Это, как вот нам известно, творческие люди, которые пишут музыку, стихи, книги. Многие те же писатели-фантасты, которые опережали события. Но о них, если вспомню, попозже расскажу. Не все фантасты опережали события. Да, сейчас скажу. Некоторым фантастам давали уже знания в готовом виде, и они просто придавали художественную форму. Вот, значит, ведические знания, которые я сейчас выяснил. Дело в том, что сейчас на канале, на ютубе, есть колоссальное количество роликов, всевозможных, связанных с ведическими знаниями. Но 20 лет назад я предполагал, тогда мне было 20 лет, предполагал, что я просто пишу какую-то научную фантастику. Но прошли годы, и я понял, что научная фантастика – это современные ученые и современная наука, а ведические знания являются истинным положением вещей. Конечно, если бы это 20 лет назад было опубликовано, возможно, оно произвело какое-то впечатление на людей. Но маловероятно. Это был какой-то там 95-й год. Людям было не до знаний. Поэтому, опять же, я этим не ячусь. Я просто подчеркиваю для определенной цели. Потому что то, что я дальше буду рассказывать, оно обязательно исключительно связано с этой возможностью подключения к информационному полю. Кстати, и ролик, вот многие его, конечно, кто сейчас услышит этот ролик, будут внимательно слушать. Я вас прошу скептически не относиться. Дело в том, что все, что рассказано в ролике, связанное с Луной, это, опять же, является истинным положением вещей. Теперь по поводу круглой Земли. И самое интересное, что сторонники плоской Земли, когда услышат истинный ответ, они с большим теплом его примут. Я повторюсь, сторонники тех, кто утверждает, что Земля плоская, когда услышат, как выглядит на самом деле наша планета, они с большим теплом примут информацию, нежели люди, которые по-прежнему считают, что наша Земля выглядит именно так, как ее нам нарисовали. Так, продолжаем разговор. Теперь логически, кто очень тепло отнесся моему ролику, связанному с Луной, они ж хорошие, добрые люди, по логике должны поймать себя на мысли. Если человек утверждал, что он видел нашу Землю с Луны, то он по логике должен, как никто, знать, как выглядит наша планета. Как те, кто помнят мой ролик с Луной, я там по концовке и повествованию своего сообщил, что у меня очень много информации. И у меня ее действительно очень много. Причем моя информация, чем уникальна? Ее невозможно найти ни в интернете, ни в книгах. Не, есть одно место на планете, я не хочу озвучить. Многие знают, где находятся все знания. Кто не знает, выяснит, спросит. Вот это, там это все есть. Кстати, вот, подтверждение моим словам, это вот, это библиотека. Ну, не только, не только библиотека. Так, и значит, мы подходим к самому интересному. Как же на самом деле выглядит наша Земля? Вы не думайте, что я вот это толчусь на месте, потому что я впервые сейчас в своей жизни буду вслух это говорить. Вот, понимаете, это было, так сказать, в мозгах, да? Но я никогда это не озвучил. Причем, я же повторюсь, что и вообще это никто никогда нигде не озвучил. Даже, наверное, самые ярые писатели-фантасты, они в самых своих фантастических знаках не могли представить, как в действительности выглядит наша планета. Значит, еще раз повторюсь. Сейчас уже около 8 утра в Харькове. 25.04.2016. Маленькое, извините, еще секундное отступление. Вот мне нравится теория людей, которые утверждают, что Земля плоская. Дело в том, что есть небольшая вероятность, что найдется один-два человека, которые вообще не видели ролики с плоской Землей, и они тогда вообще не поймут, о чем пойдет речь. Но они знают общепризнанную теорию, как вчера мне сказал мой товарищ, когда я ему сообщил, что планирую записать уникальный ролик с уникальной информацией, и сообщить, что наша планета выглядит по-другому, на что он мне возразил, как и все, как и я бы тоже на его месте возразил. Земля круглая, и для этого не требуется никаких доказательств. Нелогично, нелогично. Так вот, сторонники плоской Земли утверждают, что Антарктида на самом деле является ледяным кругом, который полностью, скажем так, окружает плоскую Землю, и там где-то обрыв. Немножко не так, хотя вот тепло. И вот этот пример многие знают, когда эскадра американская отправилась в Антарктиду и начала пробиваться через льды, на них обрушилась лавина инопланетян, хотя это не инопланетяне, чуть попозже, есть высокоразвитые цивилизации на нашей планете, но инопланетян в общепонимающем плане по сути не существует. Дальше вы поймете почему. Они, точнее не так. Инопланетяне, естественно, существуют, но те, которые у нас на планете тусуются, расы разные, там серые, черные, светлые, белые, они практически все не имеют никакого отношения к другим планетам. Так вот, смотрите, теоретики плоской земли утверждают, что земля опоясана ледяным кругом Антарктиды. Кстати, есть древние карты, где это чуть-чуть показано, да? И за этот круг невозможно выйти вообще. Или можно, но тарелки всякие там, кто тарелками пугают, да? И расстреливают корабли, которые пытаются пробиться. И мировое правительство, по предположению теоретиков, знает, что земля плоская. Но это я теорию озвучу, что земля опоясана ледяным антарктическим кругом, и за предел ее невозможно выйти. Или можно, но не пустят. Так, все, по-моему, я уже достаточно заинтриговал, надеюсь. А теперь делаем дух поглубже. Наша планета в сотни тысяч раз больше, чем мы это себе можем представить. Да, наша планета шарообразная, но территория ее просто неимоверная. И на этой территории находятся сотни тысяч земель, которые, как правило, опоясаны ледяным кругом. Если посмотреть на нашу планету из космоса, то это будет выглядеть как пчелиные соты. То есть в каждой такой соте находятся земли. Те, кто изучал ведические знания или славянские древние народные сказки, прекрасно помнят, как говорилось в них, за 3-9 земель. Не за 3-9 планет, а именно за 3-9 земель. То есть на этом пятачке, где мы сейчас проживаем, была раньше возможность перемещаться по вот этим сотам. Вот. Земля очень огромная. Что касается Солнца, тоже сторонники плоской Земли абсолютно правы. Дело в том, что над каждой такой сотой, почти над каждой, не над всеми, светит Солнце. Над некоторыми сотами их 2, над некоторыми 3, над некоторыми одно. Над некоторыми, кстати, вообще нету Солнца. Там, правило, живут существа, которые в своем характере имеют в большей степени негативное проявление с точки зрения человечества. Вот. Поэтому ад и рай на самом деле находятся у нас на планете, а не где-то там в далеком-далеком космосе. Люди, которые ведическое знание знают, прекрасно знают, что у нас есть перевоплощение. И человек, перерождаясь, он рождается либо в соте, там, где нет Солнца, и там, где кромешный ад, грубо говоря, для него, потому что он когда-то жил в светлых мирах. Люди, которые положительно свой жизненный путь проходили, другие соты переносятся, либо остаются здесь. По собственному желанию. Кстати, а также берутся дети Индиго. В ролике про Луну, как сейчас кто-то скажет, он говорил планеты. Я говорил планеты. Правильно. Все наваливать сразу, это, знаете, вот, допустим, я мог бы говорить языком, который правильный, но меня никто не будет понимать. Поэтому я подбираю слова, чтобы информация максимально усваивалась. Дело в том, что даже это, только вот на секундочку задумайтесь. Во-первых, это истинное положение вещей. Наша планета действительно в тысячи раз превышает тот объем, который нам подсказали. И, кстати, она находится в центре Земли. Кстати, в древних знаниях, которых вы смеюли видеть, как они интересны, те, кто нам историю подменил. Вот люди древних времен там жили и утверждали, что Земля находится в центре Вселенной. Да, несмотря на то, что Земля находится в центре Вселенной, я, как говорится, не стал бы обольщаться, потому что, если мы посмотрим на ДНК, как мы его привыкли видеть, вот эти, назовем их, шарообразные кругляшки, вот наша планета просто одна из цепочки вот этого огромного ДНК. Чье оно чуть попозже, не принципиально. Потому что можно дальше копать, 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 копать. Причем, кстати, я себя не позиционирую с тем человеком, который знает абсолютно ответы на все вопросы. Но я знаю много информации, которая выходит за грани понимания и выходит за грани того, что ее практически нигде невозможно найти. Предполагаю, что сторонники плоской теории, многие из них сейчас ликуют, потому что все срослось. Сторонники круглой Земли, а если быть абсолютно правильно, в шарообразной, тоже успокоились. Потому что наша планета реально имеет форму шара, но она имеет просто неимоверные размеры. Наше сознание просто не в состоянии. Опять же, повторюсь, те, кто изучал ведические знания, и особенно про Настеньку сказание, как там оригинальное название, я сейчас вылетел из головы, значит, не оригинальное, Феникс и Ясном Соколе, а оригинальное, как Настенька ходила в чертоге Фениста. Настенька не по планетам гуляла. Вот при всем уважении ушедшей в мир иной величайшему человеку нашей планеты Николаю Левашову, возможно, он знал, но не озвучивал. Как вы помните, он в своих книгах делал пробелы и говорил, что люди к этому еще не готовы. Возможно, в этих пробелах было написано, что наша Земля имеет огромную форму шара. И те, кто правят нашей планетой, очень в этом заинтересованы, чтобы люди не знали, что есть куда бежать. Чтобы люди думали, что наша маленькая Земля, и мы здесь как это в тюрьме. Ну, мы на самом деле в тюрьме, в самой настоящей, изолированной. Дело в том, что те, кто изучает ведические знания, теперь может с легкостью переложить их на полученную новую информацию, и тогда все станет на свои места. Сразу будет понятно, откуда взялись темные, желтые, красные народы. Не с планет, а с других земель. Их сознательно эти земли, другие вот эти соты, выжигали, и славяно-арии были, как говорится, добрыми людьми, их спасали на своих тарелках и привозили сюда. Сюда было привезено колоссальное количество рас и народов. Многие из них были уничтожены. Это и сеглавы, и так далее. Которые, кстати, до недавнего времени еще лазили по планете. Вот. Ну, забегая вперед, у нашей соты грустный сценарий. Фишка заключается в том, что она будет выжжена, как и предыдущие соты. Почему выжжена? Потому что, ну, те, кто ведическое знание изучает, прекрасно знают. Народ спит, он не проснется. Как и многие мои друзья знают, у меня в планах создать компьютерную игру, которая будет нести ведические знания онлайн-овая игра на древнюю славянскую тематику. Я писал письма, обращался за помощью к многим людям. Причем, кстати, не за финансовые. Вы же прекрасно знаете, что при желании сейчас там на бум, кик, там стартерах можно собрать с правильным подходом колоссальное количество средств, если правильно подойти. Как я всегда подчеркиваю, не каждый художник может быть барыгой. То есть, переведя на себя, у меня дар одного умения. То есть, у меня и так улыбка судьбы. У меня колоссальное есть количество знаний, которые есть желание поделиться с огромным количеством людей. Ну, посмотрят этот ролик 5-10 человек полностью. Это здорово. Как я говорю, если один-два из них серьезно отнесутся к услышанному, это уже победа. Больше и не нужно. Я не планирую, как говорится, осчастливить тысячи, миллионы. Ну вот, миллионы смотрят всякую там интересную фигню, да. Вот. Возвращаемся к нашей планете. Ну, опять же, те, кто изучает ведические знания, все стало на свои места. Но это не означает, что не существует космоса, не существует других планет. Теперь по поводу полета в космос. Да, конечно, последние 200 лет в космос никто не летает. Потому что на консервных банках лететь в космос практически невозможно. Наши современные, назовем их ученые, да. Но ученые – это от слова «ученные». То есть их кто-то научил, а тех тот кто-то научил. То есть ученые – это те люди, которые получили, зазубрили знания, но на самом деле понятия не имеют, что происходит на самом деле. Так вот, современная наука вообще не имеет никакого представления, как выглядит на самом деле и что себя представляет космос. Я с вами с удовольствием поделюсь. Представьте наш мировой океан. Мы знаем, чем ниже, чем глубже опускается подводная лодка, тем на очень серьезной глубине ее может просто расплющить от огромного давления. Уважаемые друзья, космос – то же самое. Чем выше подниматься, тем давление неимоверное. Наша современная техника не в состоянии подняться. Все вот эти корабли космические – это все фейк. И вот, кстати, многие, что мне улыбают, тут я аж так вот посмотрел, там, знаете, как вот моделька маленькая сделана, обтянута тряпочками, на этой тряпочке наклеены вот эти лейбы, которые раньше, да и сейчас на джинсы это, да, шили там на одежду. И камера, когда берет этот маленький макет там метровый объектив на фоне планеты, да, создаются впечатления при таком, скажем так, наведении камеры, что корабль большой. Это знаете, как в кино есть классический вариант, чтобы реалистично создать пожар. Небольшую жаровню очень близко подносят к камере, вот, и перед камерой держат, чтобы создать максимальный эффект пожара. Так, что еще хотел бы вам рассказать? Ну, мы выяснили, что земля на самом деле круглая, но имеет огромные размеры. Да, действительно, существует антарктический пояс, который не дает выйти за пределы этой соты. Вот, купол можно так, твердь неба за счет того, что, как говорится, вверху тоже океан. Я всегда люблю приводить пример, когда где-то в пятилетнем возрасте, будучи в детском саду, слушал сказку, которая называлась «Почему у уточки носик красный?» В этой сказке рассказывалось, как был бог сварок, и он прилетел и увидел землю. И он выпустил уточку, уточка ныряла, первый раз нырнула, пыталась землю достать, не получилось, второй раз не получилось, а третий раз через силу у нее уже нос от боли покраснел, и она достала кусочек земли. Спустя 20 лет, естественно, мне довелось понять смысл этой сказки. Был капитан космического корабля «Сварох», он прилетел в эту соту, в которой мы живем, выпустил маленький челночок, космический уточка, который спустился на эту поверхность, взял пробы необходимые, взял воздух, скажем так, нашел землю, и можно было высадиться благополучно. Когда вы слышите, что какие-то там метеориты упадут на нашу землю, не слушайте эту чепуху, никакие метеориты, никуда не упадут. Кстати, название этой планеты, на которой мы живем, я его воспроизвести не могу, почему? Потому что я его услышал, название планеты не так, как мы привыкли, буквами или словами. Название этой планеты имеет мелодию, но так как у меня нет музыкального образования, я, к сожалению, нотами не могу расписать название этой планеты. Причем оно даже название не в той тональности, к которой мы привыкли. Оно как вот между ладами, вот эти звуки идут, то есть небольшая такая мелодия, как-то так. Вот, и это название этой планеты, то есть оно в виде мелодии. Что дальше? Значит, по поводу океана мирового и так далее. Наша планета, вот эта Сота, она когда-то была полностью, вся состояла из земли. Здесь не было и приблизительно, грубо говоря, ни капли воды. Все вот эти океаны, это выработки. Это полностью предыдущих цивилизаций, которые тут жили. Грубо говоря, вот не смейтесь, но Черное море тоже. Я не знаю, кто его выкопал. Но я знаю точно, что его выкопали. И поэтому, вы знаете, вот даже в каждой шутке, как говорится, не берется ничего же все с потолка. Причем иногда, кстати, даже самая невероятная шутка, как я люблю говорить в каждой шутке, издолья шутки, остальное все правда. Вот. Значит, это был полностью все земля, тоже как бы по периметру. Лед. Практически везде по периметру лед, только, скажем так, между перепонками незначительное отличие. То есть, вот этими сотами толщина. То есть, допустим, если мы на Антарктиду высадимся и пойдем на север, пройдем там 100 километров и достигнем следующей земли. А в другой перепонке надо чуть больше пройти, там 200 километров. Вот. В этих сотах, причем, каждая сота имеет абсолютно разную ландшафт. Есть похожий ландшафт, как у нас на планете. Есть абсолютно диковины. То есть, наша планета, это такой гигантский террариум. То есть, в каждой ячейке своя жизнь. И причем, опять же, ячейки всегда принадлежали в основном определенному народу. В одной только живут темнокожие, в другой краснокожие, в другой белокожие. Наша вот эта ячейка по умолчанию называлась Русь. Те, кто ведические знания изучает, знают, что Русь это свет. Потому что у нашей ячейки было солнце, и она пока остается. Да, она очень маленькая. И, кстати, как ведическое знание пишет, что Луна немножко дальше, чем Солнце. Вот. Я стараюсь делиться, озвучивать то, что я знаю достоверно. И если мне будут задавать вопросы, на которые я не знаю ответа, я честно скажу, извините, я не знаю. Я не буду фантазировать. То есть, если, как говорится, мне фартануло, допустим, по некоторым вопросам, и я узнал истинное положение вещей. Это не значит, что я знаю абсолютно все ответы. Причем, как я знаю, как это происходит, мне эти знания потихоньку закидываются. Мне сразу их не дали. Вначале подготовили к одному, к другому, к третьему. Причем, кстати, и нас, и всю планету, потому что с нами параллельно живут это светлые силы, которые нам потихонечку глаза открывают. Это они правдивую информацию в проведы и так далее вкидывают. Не уверен, предположу, что если перелопатить интернет, то невозможно найти знания, что наша Земля в десятки, в сотни тысячи раз. Не знаю четкой координаты, в каких она размеров, но могу сказать, что приблизительно тех размеров, которые нам сообщают, как выглядит Солнце. На самом деле, таких размеров наша планета, ну, она не планета даже называется, а по-другому, другое название. Я не знаю, как оно точно название. Они в основном все названия, вот эти, мелодиями, а я не могу мелодии воспроизвести, потому что они в чуть-чуть другой частоте, в чуть-чуть другом диапазоне. Некоторые мелодии, знаете, насколько уникальны, что если бы ее можно было сыграть на каком-то инструменте, название там какой-нибудь Земли, то не только там у людей бы барабанные перепонки полопались, но еще и в радиусе десяти километров стекла со всех домов повылетали, вот так вот некоторые планеты на такой частоте называются. Значит, наша ячейка была полностью когда-то из Земли. Это искусственный ландшафт, более высокоразвитая цивилизация, вы знаете, на эту есть очень много уважаемых людей, которые пытаются донести, что Земля была искусственно создана. Ну вот эта ячейка, это вот вы вообразите, знаете, как вот, есть же высокоразвитые цивилизации, вот вы, допустим, у вас есть небольшой участочек, ну не знаю, там, ну пускай, ну сколько там, пару соток, да? Ну вот больше, вот меньше. И вы начинаете его облагораживать. Там помидорчики посадили, там деревья, там еще что-то, там цветы. А есть цивилизации, которые в десятки раз, в сотни, в тысячи раз превосходят нас по возможностям. И вот эту ячейку они обрабатывают. Ну, принято называть их богами, хотя все-таки это просто развитые люди. Я бы все-таки, ну просто бог уже слово избито, скажем так, я бы, знаете, вот как вот уже с какого бы этапа начал бы называть это богов. Вот наша планета, это всего лишь один, да, кружок из этой цепи ДНК. А вот эта ДНК как раз-то и надлежит богу. Иер, как там я вот недавно разбирал слова, иерарх, да? Иер. Бог. Рассвет. Как я в начале ролика сказал, никакой физической боли не испытываю. Но в данной секунде чувствую очень серьезную эмоциональную усталость. Просто такое ощущение, что я разгрузил три вагона, не спал десять ночей. Кстати, на рудниках я много. Я когда-то подсчитал тоннаж, сколько я проработавший тон руками перекидал. Поэтому хочу вас поблагодарить всех, кто дослушал до конца данную информацию. Я по возможности, как только вернутся ко мне силы, продолжу запись своих повествований. Почему? Потому что то, что я буду озвучивать, это будет, во-первых, всегда абсолютно новое, достоверное и интересное. На этом разрешите откланяться. С вами был Вячеслав Котляру. Спасибо за внимание. До свидания.